Здравствуйте, друзья! Так уж сложилось за много лет, что у меня осень и зима это период рыбных балыков. Осенью и зимой толстолов особенно вкусный, особенно жирный и, соответственно, балык получается просто бесподобный. И вот сейчас я покажу, как я все это делаю. Вот посмотрите, какую красоту мы купили. Здесь около 7 килограмм, если точно 6 килограммов 400 грамм. Вот, и, собственно говоря, приступаем к делу. Рыба уже разделана. Удаляю плавники, удаляю голову и отделяю вот эти боковые пласты мяса. Ребята, я вот здесь аккуратненько, вот так вот вдоль хребта перебиваю ребра. Вот так вот аккуратненько, не спеша, именно вдоль хребта перебиваю самые большие кости. Вот так вот. И теперь с двух сторон, вот линия хребта. По одну сторону, вот я прорежу вот так вот, прорезаю. И по другую сторону, вот таким вот образом, стараюсь вот так вот, вдоль кости, вдоль кости, вдоль кости. И, чтобы поменьше оставить мясо на хребте. Как-то вот так вот получается. Итого, у нас есть две вот такие вот мощные плавки. Конечно, при желании, я иногда делаю так. Я тогда рыбина еще целая, неразделанная. Я ее не потрошу через живот. Я сразу вот начинаю со спины. И вот эта часть живота у меня остается целой. И тогда у меня балык вот такой получается. Одна большая плаха. Так тоже можно. Рыбы оказалось 3 килограмма 670 граммов. Но надо учесть, что у меня получилось. Вот смотрите, сколько икры. У меня есть большущая голова и хребет, из которых я приготовлю что-то вроде рыбного супа. Ну и вот теперь. Для того, чтобы приготовить рассол для этой рыбы, мне понадобилось 4 литра воды. Итого, делаем расчет. 3,673 рыбы, 4 литра воды. Всего 7 килограмм 670 грамм. Умножаем на 35 граммов. То есть на каждый килограмм воды и мяса в этой кастрюле мне понадобится 35 граммов соли. Я это все дело перемножил. И у меня получилось 269 граммов. Начинаю кипятить рассол. Отстужу, залью вот эту рыбу и отставлю засаливаться, ну как минимум дня на 4. После чего можно будет продолжать процесс. Теперь каждый кусок необходимо просушить полотенцем. Ребята, пускай вас не смущает вот этот вентилятор. Конечно же, концентрация рассола была достаточной и вполне завялится без всякого вентилятора. Мне кажется, что с вентилятором все-таки лучше. Потому что сейчас вот вечер и я знаю, что на утро уже балычок возьмется такой вот сухой как бы пленочкой. На утро я выключу и собственно говоря, через сутки полтора балык уже будет готовый. Уважаемые друзья, прошло трое суток и у нашего балыка появились все три признака готовности. Во-первых, на поверхности мяса образовалась подсушенная корочка. Во-вторых, на поверхности этой корочки начали выделяться капельки жира. И в-третьих, балык стал янтарным на просвет. Я не рекомендую вялить балык в течение большего времени. Он пересохнет и потеряет сочность и нежность. Ребята, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои интересные видео. Продолжение следует... Встреча субтитры...